Первый тип предложения, который напрашивается – «Они собираются поиграть» или «сейчас будут играть» или «идут играть». Это всё ближайшее будущее. Это такой тип предложения. Так, берём подлежащие «Они». «They» идут играть. «They are going to». Обязательно в этом предложении. И дальше после «to» всегда первая форма глагола. «They are going to play». Они собираются поиграть, они идут играть, они сейчас будут играть. Вот любые способы в русском языке, чтобы отразить, что действие произойдёт в ближайшее время. В этой конструкции мы, конечно, будем менять форму глагола «быть». Здесь «они», поэтому форма «а». «They are». Если каждый из них скажет «Я собираюсь поиграть», то тогда «I'm going to play». Вот, значит, побежал у нас один, допустим, на горку. На горку. Горка и, собственно, действие вот это «соскальзывать», «скатываться». Это «слайд». И предмет такой. Только предмет мы с артиклем возьмём. «It's a slide». Там это жёлтая горка. «It's a yellow slide». И такое действие. Вот он опять может, он забрался наверх, он может сказать предложение «сейчас», «сейчас скачусь». «Ближайшее будущее». «I'm going to slide». И вот он уже катится. Вот. Всё. Ну-ка, я его разверну, чтобы он лёг. Так, ну-ка. Вот. И вниз поехал. Всё. Вот он в процессе. Это прям процесс. Это другое сказуемое. Когда мы передаём процесс действия, нам нужна «ин» форма. То есть уже не «slide», а «sliding». Когда «ин» приделываем и на конце выбрасываем. Не нужно нам «и» – «sliding». Сказуемое это должно состоять из «ин» формы плюс глагол «быть». Так строится это сказуемое, которое честно называется «continuous» – продолжающееся действие. «He» – он, допустим. «Is» тогда «sliding». «He's sliding». Вот это предложение. Так, «sliding». Букву «D» забыла. «Slighting». «He's sliding». Это когда он прямо едет, едет, едет. Вот. «He's sliding». Это предложение можно сказать прямо про процесс. «He's sliding». Он может про себя, например, другу кричит. «Look at me! I'm sliding». «I'm sliding». Так, теперь «съехал». Всё, съехал он уже. И это, конечно, другое сказуемое, потому что действие уже совершено. И здесь нам нужно «имеет», он имеет, но в данном случае он имеет себя, съехавшего, да? Не что-то, а он как бы сам с собой совершает это действие. Но всё действие то же самое, всё слайд. Теперь от этого слайда нам нужна другая форма, не «информа», а «съехавший». Вот то, что он уже скатился. И этот глагол оказывается неправильный. «Slide». Он из группы «стали короче». Ну, как, например, «meet». Он тоже букву «и» теряет, да? И получается «met». А «slide» тоже теряет последнюю букву, последнюю «и» и получается «slide». Вот так выглядит «slide», «slide», «slide». Вот нам третья форма нужна. Это называется «причастие». Ну, в нём часть глагола, часть, причастие. В английском тоже «participal», потому что «part» – это часть, всё так же называется. То есть нам нужно «have», но тут будет «has», если «he» подлежащая с «с»-очкой тогда форма. И вот это причастие «slide». «He has slid». Вот, что сейчас «he has slid». Сейчас вот это. Он скатился. «Has slid». Вот это «has slid», вот это сказуемое, оно из двух слов состоит. И оно честно называется «perfect», «present», «perfect», потому что «has» живёт в «present». А до этого было у нас «continuous present» тоже. Потом другое действие. Вот, пошёл пусть этот. Он пошёл на качели, на качели. Это действие «swin». Есть такой глагол «качаться». Именно вот на таких качельках, потому что ещё бывают такие качельки «siso», перекладинка, когда двое сидят и качаются, и другие. А вот такие это качельки, тоже предмет так называется. «It's a swing» и действие «swin» тоже. Вот, он опять говорит «я собираюсь покачаться». То есть «иду покачаться». Вот это наша конструкция. Будет «I'm going to swing». «I'm going to swing». Если мы о нём, то «he's going to swing». Дальше. Вот он уже прямо раскачивается, допустим. Уселся и раскачивается. Так, сейчас я попробую. Чик-чик-чик-чик. «He is swimming». Нам нужна «in» форма. Мы прямо разглядываем. Это продолжающееся действие. «Continous». И к «in» форме нам нужен глагол «быть». Если «he is swimming». Если он кричит, он говорит «I'm swimming». Вот, они вдвоём пусть. Пусть они вдвоём. Я, правда, не могу их вдвоём сразу шевелить. Ну, ладно, вот так по очереди буду. Они вместе. «We are swimming». Или «мы» о них. «They are swimming». Вот, мы прямо разглядываем этот процесс. И мы не смущаемся, что глагол «swing» так выглядит. У него прямо «in» на конце. Ну, бывают такие глаголы, но это его первая форма. Мы опять «in» приделываем. «Swinging». Вот эта форма нам нужна. «I'm swimming». «I'm swimming». Или «he is swimming». «He is». Я сократила. «He is swimming». «They are swimming». «We are swimming». Вот это сказуемое. Вот где сказуемое, только сказуемое. «Continuous». «Present». «У нас всё present». «Присутствуем». «Присутствуем здесь». «We are present». «Мы не рассказываем про что-то минувшее, а мы здесь». «Это present». «M» живёт. «Present», «is» живёт. «Present», «ar» живёт. «Present», «present», «continuous». Так, допустим, всё уже покачались. Да, то есть они уже совершили это действие, и нам нужно менять сказуемое. «Они», путь будет «они». «They», подлежащий, «имеют», уже покачавшимися себя имеют. «They have», глагол «swinner», он тоже неправильный, нам всё неправильно тут попадается. У него, это из группы, «you», «you» я её называю. «Swan», причастие «swan», «you», да, «you», потому что у него вторая и третья форма одинаковая, поэтому «you», «you». «You» – это «a», «a» – это «you» в закрытом слоге, поэтому «swan». «They have swan», «они» что сделали? «Они покачались». Если я – I have swan, если он – he has, he has swan, просто «have» меняем форму, чтобы она соответствовала по-движащему. Вот это у нас сказуемое «perfect», сказуемое «perfect». Итак, мы взяли сказуемое «continuous» и сказуемое «perfect». Продолжающееся действие и завершённое. «Perfect» – завершённое. Вот. А вот это вот «собираться что-то сделать в ближайшее будущее» – это просто тип предложения, потому что на самом деле, что это такое? Например, мы собираемся качаться. Мы собираемся качаться, да? Это же «continuous», вот. Вот это сказуемое, вот оно здесь сказуемое. Это «are going», то есть мы типа идём, мы идём качаться. Но это тип предложения, не тип сказуемого. Тип сказуемого, вот, «have swan» или «has need» или «are going» – это тип сказуемого. И мы их называем. Это «continuous», а это «perfect» называется, завершённое, да? Но вот это тип предложения. В этом предложении нам надо обязательно сделать «continuous» с глаголом «go», потом «to» и первую форму какого-нибудь глагола. Это будет означать «ближайшее будущее». То есть собираться что-то сделать. И ещё хочу одно слово, мы в прошлый раз его брали. Look at me – посмотри на меня. Но если посмотри или посмотрите, неважно, на нас. Вот это слово мы всё учим. Это кучка местоимений заместителей существительных, когда существительное не подлежащее, а дополнение. Мы – это тоже местоимение, вы, но оно для подлежащего, а «as» – оно для дополнения. А «е» – это только подлежащее заменяет, а «ми» заменяет дополнение. То есть это всё заместители существительных местоимений, но из разных компаний, из разных кучек. Мы сегодня вспомнили множественное число слова «зубы». Три таких слова, в которых две «ты» меняются на две буквы «и». И слово с двумя буквами «и» несёт в себе информацию о том, что этих предметов много, не один. Это «эфутфит», то есть когда мы делаем футбол, мы берём одну, одну стопу. Это зуб, вот это вот один зуб «этюса». «Этюс», «вантюс», тогда и артикль можно этот поставить перед существительным. А вот это уже «тюса» – зубы. «I brush my teeth» – я чищу мои зубы. И следующее слово такое – это «гус». «Эгус» и «гуси» – «гис». Это у меня вот они есть. «Эгус», «гис». Три слова всего.